Что нужно сделать по максимуму, чтобы свести шансы получить рак к самому минимуму, то есть почти к нулю? И если с антропогенными факторами воздействия сложнее, если, конечно, не переехать из городов на землю и вести там отличный от жизни в городах образ жизни, то с биогенными факторами возможно сделать абсолютно все. Вредных факторов воздействия сейчас на нас с вами немало, и чем их больше, тем выше вероятность получить рак. Вы видите, кто зряч и в разуме, что онкология каждый год молодеет и увеличивается количественно в популяциях, и это объективная реальность. Можно отмахиваться и пелену на глаза натягивать, хотя это неконструктивно, и защита от таких глупых действий, вернее от бездействия, не появится уж точно. А только положительным настроем, как некоторые мечтатели и романтики или йоги пытаются успокоить себя и плыть по течению дальше, вы никак не измените объективные факторы воздействия на организм, и только мерами удаления, нейтрализации вредных факторов воздействия вы защитите себя и своих близких от этой беды. По крайней мере, увеличите эти шансы в разы по сравнению с теми, кто будет плыть по течению и успокаивать себя разными глупостями, вроде «что суждено, то и будет», «а везде сейчас химия, жить тоже вредно». И если было бы вредно, этого бы не допустили, ну и тому подобное. Итак, надо учесть три группы факторов защиты, их три. Это грибные лечебные препараты, это коррекция питания, мы то, что мы едим, и устранение вредных факторов воздействия извне на наш с вами организм. По большей части антропогенных факторов. Итак, по порядку, первая, вторая и третья группы. Первая – профилактика посредством фунготерапии. Фунготерапия – это наука, которая изучает лечебные свойства высших базидиальных грибов. В природе у них лечебная сила выше, чем у трав. И это было издревле известно всем народам. Но потом эти знания, сами понимаете, я надеюсь, почему, были просто уничтожены, утеряны и так далее. Итак, говоря кратко о сути, есть программа защиты от воспалений, от грибков микромицетов, то есть от дрожжевых и плесневых вредных грибков, от опухолей доброкачественных и злокачественных. И это программа маркерного универсального курса, которую стоит для профилактики проходить, ну, в идеале, два раза в год каждому человеку для предотвращения возникновения рака. Ну, хотя бы раз в год при соблюдении остальных важных факторов. Можно, конечно, пропивать только грибной препарат грибшитаки по три месяца к ряду два раза в год, но это менее эффективно. Маркерный же курс помогает и на первой-второй стадии уже имеющейся онкологии. Ну, а онкологии вообще у меня есть очень важное видео для изучения вот каждым человеком, понимаете, вне зависимости от того, есть ли у него рак или нет. Да, иногда хирургические операции действительно необходимы, и химия, и лучевая терапия тоже важны, так как потом, после химии и операции, убрать оставшееся количество раковых клеток проще, чем до, когда их гораздо больше. Но решение по операции должен принимать сам человек, сам больной. Он хозяин себя, а не его лечащий врач. А вот задача врача объяснить пациенту полно и логично, что, зачем и почему, насколько нужна сейчас операция, каковы шансы, что она даст в конечном счете и так далее. То есть совместно с врачом нужно принять решение дальнейшего лечения. Химиотерапия действительно уменьшает до 30-40% количество раковых клеток, то есть уменьшает размер раковых опухолей. Некоторые вообще убирают. Но химия это и убийство организма, иммунитета, это палка о двух концах. И хорошо, что именно здесь точно есть выход. Это грибные препараты двух высших баздиальных грибов, санхван и трометас, которые и усилят действие химиотерапии, и не дадут убить иммунитет от химии, защитят его. Как применять? Что будет происходить? И на другие вопросы я отвечаю подробно в моем видео, которое называется «Общие принципы лечения онкологии». Посмотрите это видео потом. Под этим видео будут ссылки и на маркерный курс, и на соответствующие видео по онкологии. Вторая группа факторов. Надо убрать по максимуму все антропогенные, то есть человеком созданные факторы негативного воздействия на организм. Первое это воздействие ВЧС-ВЧ излучений. То, что вошло в нашу жизнь совсем недавно и приносит колоссальные непоправимые разрушительные воздействия на организм. Необходимо нейтрализация их разрушительного резонансного воздействия на клетку, на ДНК от этих источников ВЧ и СВЧ излучений, то есть сотовых телефонов, ретрансляторов, вышек, то есть сотовой связи, Wi-Fi и тому подобное. Видео об этом у меня выходили, два последних будет под видео, под ними ссылки на все исследования. Итак, есть в наши дни и уже давно такая защита. И на мониторы, и на кинескопы ТВ, и на сотовые телефоны, и на прочие источники ВЧС-ВЧ излучений. То есть индивидуальная защита. А о механизмах такого воздействия и о механизмах защиты были видео, и по ссылке я их дам. Также дам ссылку, где можно купить эти средства защиты, под видео все будет. Сотовые телефоны держите подальше от себя, говорите только по громкой связи или по проводным наушникам, но не в ухо, в упор, телефон поднося. На ночь отключайте сотовые телефоны или ставьте их куда-нибудь, скажем, на кухню, прижав задней стенкой телефона, где антенны, к стеклу окна, облокотив на подоконнике к стеклу телефон. Так вы уменьшаете воздействие в разы. Второе. Химия в быту. Имеется в виду переход на природные, натуральные, то есть безопасные, моющие средства и предметы гигиены. Все это возможно и легко. Вместо химических рекламируемых по ТВ моющих средств применяйте хотя бы соду с горчицей. Или безвредные биосредства. Такие тоже есть, да, они дороже, чем натуральные, но ведь можно делать самим, кто не имеет возможности купить. Или используйте натуральные мыла. Можете сами делать или где-то покупать. Можете покупать экологически чистые, абсолютно безвредные наши уникальные мыла и твердые, и жидкие шампуни. Это все есть, это доступно. Также помните, что мыть руки и наносить что-либо на кожу можно лишь то, что можно есть. Вот главное правило. Кого-то это удивит, но вы тогда прокатились, конечно, через матрицу вот этого как бы естества химии при искусственной жизни человечества. Это, конечно, страшно. Скоро так дойдете и до выражения принятия его, как в фильме «Кинза-дза каша какая пластиковая». Да, уже люди к этому подошли. Запомните, если что-то есть нельзя, то это нельзя и на кожу наносить. Вот главный принцип алгоритма. Что касается зубной пасты, если там есть не только фтор, это уж многие знают, а триклозан, лаурилсульфат и другая химия, не используйте такие пасты. Ну, есть же альтернативы. У меня было видео, где я объяснял, как можно самим сделать такую безопасную, качественную зубную пасту. Вы можете купить где-нибудь эту зубную пасту безопасную. Вы можете купить и у нас на нашем сайте nadgar.ru, одной маленькой семейной индийской фирмы. А еще лучше, вот я лично пользуюсь, порошком зубным из центральных волокон стеблей льна. Это прекрасно чистит зубы, экономный расход, и это абсолютно не только безопасно, но и полезно. Это даже можно есть, только, конечно, не нужно, потому что жалко. Вот принципы жизни здоровой, они несложные. Поганые и вредные привычки легко входят в нашу жизнь. Поверьте, что и хорошие привычки тоже легко войдут. Третье. Вода. Да, много о воде у меня было видео, какую воду надо пить, о физико-химических свойствах воды, какие свойства на что влияют, и о том, как вода напрямую влияет на качество и продолжительность нашей жизни, и о свойствах водородной воды с отрицательным ОВП, и о приборах, которые создают такую живую воду, о безопасных приборах, что самое главное, все это было в моих видео. Советую, кто еще не видел, посмотрите вот эти два видео моих, недавних, по созданию самой лучшей, правильной для организма воды, со всеми научными обоснованиями и наглядной демонстрацией, доказательствами сказанного. Ссылки я дам под этим видео. А родники, дорогие товарищи, здесь вообще ни о чем не говорят, что вы пьете хорошую, по крайней мере, и качественную воду, и родники родникам рознь, и не все то, что течет из земли, называется родниками. Четвертое. Электричество. Держитесь подальше от высоковольтных линий. Если у вас там есть жилье, старайтесь переехать, если есть возможность. И обесточьте розетки, которые находятся у ваших кроватей. Хотя бы на ночь отключайте автоматы розеточной группы, чтобы предотвратить воздействие электромагнитных полей хотя бы ночью на организм. Пятое. Понятное дело, что радиация, накопление в организме тяжелых металлов, получаемых из продуктов питания, с водой, воздухом, в наши дни это все легко, и это объективные факторы развития онкологии, понимаете? Как и пластик в быту, как фенольные отравляющие соединения, как диоксин, как формальдегид, который выделяется из таких строительных материалов, как ОСБ, фанера, любая причем. МДФ, как бы он не был чем защищен, опять-таки, чем полимерно-пластиковым покрытием. Это и пластиковые окна, ведь это все объективные факторы, вне зависимости от наших желаний, верований и прочих глупостей. Это действует в любом случае, и мой долг предупредить вас об этом, а вы не отмахиваетесь, а подумайте, что лучше делать с этим. Но тем не менее, вывести тяжелый металл и радионуклиды из организма возможны. Посмотрите мое вот это видео «Гриб-дождевик», о соответствующем препарате из него и о системе грибных препаратов по выведению из организма тяжелых металлов и радионуклидов. Шестое. Накопление и воздействие статического напряжения. Это очень важная тема, скажу лишь одно, посмотрите мое видео про заземление, вот это. Ну, о защите кожи человека от чрезмерного солнца летом, о важности физической активности, важности свежего и качественного воздуха, о разумном закаливании и так далее, и так далее. Я говорить не буду, не нужно здесь перечислять, что я что-то забыл. Это всем очевидные вещи. Переходим к третьей группе факторов защиты. Это питание, адекватное питание. Первое. Не ешьте химические продукты и продукты многократной переработки. Не ешьте то, чего нет в природе, всяких там печеньев, консервов и тому подобное. Тем более продукты, содержащие консерванты, красители, эмульгаторы, разрыхлитель, улучшители вкуса. Это очень просто понять, что есть что. То есть не ешьте то, что вообще не растет, чего нет в природе. Не надо есть, не извращайте ее законы. Второе. Трансжиры. Они приводят однозначно к раку. Это маргарин и другие гидротированные продукты. Всякие масла, полученные при высоких температурах. Вот это имеется в виду в том числе. Ну, глутамат, натрий и прочее. Понятно, говорить про всю эту химию не буду, уже сказал. Третье. Сахар. И сладкое. Исключите из своей жизни по максимуму. Сахар это яд. Страшный яд. Посмотрите мое видео «Сахар и рак», где я объяснил полностью эту всю логистику, эту цепочку возникновения и усиления рака от потребления сахара и вообще глюкозы, фруктозы, сахарозы. Поймете, о чем речь. Ведь на этом основаны принципы, точные определения метастазов, то есть контрастное КТ, понимаете? Я там это все пояснил. И речь идет не только о сахаре синтетическом. Об этом и речи быть не может. Это категорически есть нельзя, как я уже говорил. То, чего в природе нет. Речь идет о натуральных даже сахарах, глюкозе, фруктозе. Главное тут правило такое. Не более 25-30 грамм можно потреблять сахаров разных, то есть глюкозы, фруктозы, сахарозы, получаемые из всех продуктов, съедаемых вами за сутки. Вот главное правило. Но, по крайней мере, это правило жизненно необходимо тем, у кого уже, не дай бог, но есть рак. Там все жестче. Четвертое. Вводите в рацион своего питания важные концентраты дефицитных питательных веществ. В наши дни дефицит есть тотальный. Почему? Ну, хотя бы посмотрите мое видео «Лес и почва», и вы поймете почему. Не буду подробно про это сейчас. Скажу лишь, что есть простой способ всего тремя-четырьмя продуктами устранить почти все возможные дефициты питательных веществ в наши дни. Это фукус в гелеобразной форме натив и только такой. Никакой не сухой, это бесполезно, а только этот. Почему? Вот последнее мое видео на эту тему. Подумайте разумно. Это сок проросков пшеницы, это дикое, подчеркиваю, только дикая, нелабораторно полученная спирулина и хлорелла. Подробно, как это принимать, в какой последовательности. Все алгоритмы в моем видео «Дисбактериоз» в первой ее части. Пятое. Принимайте антиоксиданты натуральные, такие как дегидрокварцетин, это мощный антиоксидант, биофлавоноид. Т8-экстра, это такие сильные полипринолы из пихтовой хвои. Другого ряда антиоксиданты тоже важные. Все это между собой сочетается и дополняет друг друга. Потом, куркуму с черным перцем принимаете. Посмотрите мое видео «Куркума». Шестое. Естественно, никакого алкоголя и табака, это непреложная истина. И хватит говорить глупости там вроде «дед пил, курил, ел все подряд и прожил 90 там, 95 лет». Все, вы уже не проживете и до 50, если в наши дни, в наши, будете и пить, и курить, и есть все подряд. К тому же, надо понять уже, что ваш дед, если бы не пил, не курил, то он бы прожил бы на 20-30 и более лет дольше, чем он прожил. Это же объективные факторы. А еще к тому же, дед ваш или там отец и все под цепочки уже вам подрубили вашу генетику своим алкоголем, табаком и так далее. И на вас, в отличие от вашего деда, действуют факторы негативные в больших количествах, чем действовали на вашего деда. Тем более, когда он только родился и рос, на него эти факторы вообще не действовали. Это вы можете понять? Хватит уже дешевых отговорок. Все, забыли об этом. И других поправляйте, кто такие глупости для самоуспокоения еще до сих пор несет, изрекает. Седьмое. Убирайте из рациона молочные продукты, содержащие молочный белок, казеин. То есть, его концентраты. Это сыр, самое страшное, творог, цельное молоко. Можете оставить, если хотите, сливочное или топленое масло. С точки зрения биохимии это не опасно. Восьмое. Уберите мясо из рациона питания. Помните, что высокомолекулярные белки вызывают и воспаление, и реакцию антигена антитела с образованием кадаверина, потрясцина, то есть трупных ядов и гнойных токсинов, которые и приводят в конечном счете к раку. Это главная первопричина любых форм рака. Об этом есть подробные много видео у меня на канале, полностью доказывающих это утверждение. Девятое. В идеале перейдите на веганскую кето-диету. Есть варианты и сыроедной кето-диеты, кто хочет. Тут решайте сами. На консультациях своих, индивидуальных консультациях, я подробно рассказываю все нюансы и даю детальный системный подход к лечению. Если сочтете нужным, я еще пока провожу консультации, ссылка под видео, под каждым. В самом низу есть, называется индивидуальная консультация, мышкой нажимаете, переходите на страничку, читаете условия, устраивает, пишите на почту. Десятое. Надо убрать из рациона питания все продукты, вызывающие воспаление. А у кого онкология, это непременно жизненно важно сделать. Но у кого нет хотя бы главные продукты, вредные, удалите. Это не только животные белки высокомолекулярные, но и высокомолекулярные растительного происхождения белки. Такие как лектины, самый известный из них это глютен зерновых. Но не только он один существует, их около ста таких вредных. Просто про это не говорят, потому что тогда придется исключить многие продукты вообще, и индустрии мировые рухнут, если это принять к действию. Потому об этом и не говорят. Так вот, самое опасное из них, это семейство посленовых. Чтобы не пояснять то, что я уже подробно рассказывал, просто посмотрите мои лекции. Хотя бы эти. Какие продукты есть нельзя? И вторую. А что же тогда есть? Ведь у вас уже наверняка возник этот вопрос. Так вот, я давно дал на него ответ в своей лекции. А что же тогда есть? Поверьте, этот список огромный. Просто вы, многие из вас, не считали раньше эти продукты за еду. Но лишь от вашего желания и веры эти продукты не перестали быть таковыми. Кратко приведу вам пример. Вот вы сейчас все едите картошку, а раньше вместо картошки было такое разнообразие. Например, репа, пять видов редьки, брюква, торнепс, корневой сельдерей, дайкон. Кто сейчас это ест? Почти никто. Чем это заменили разнообразие? Проклятой картошкой, у которой до 96 в зависимости от вида приготовления гликемический индекс это почти то же самое, что вы едите чистый сахар. Вы понимаете? Есть им нечего. Есть много чего есть. Просто вы это не едите. И от этого в том числе ваши проблемы. Омега-3 жирные кислоты уменьшают воспаление. Они очень нужны и важны. Итак, перерождение, мутации начинаются в клетке. Рак зарождается в митохондриях. Вот еще почему так пристально сейчас ученые всего мира изучают митохондрии. А вот как их активировать, пробудить спящие митохондрии, усилить? Я говорил в своем видео, вот в этом. А можно ли уморить раковые клетки голодом? Да, есть такие случаи. Это надо изучать. Но я не советую этот метод. Можно сжечь все свои резервы и не набрать новые. Особенно, когда человек уже истощен. Вопрос по соде. Нужна ли она? Смотрите обязательно мое видео о соде. Вот это. В нем я рассказываю о последних научных открытиях в данном вопросе. И действительно, но только сверхнизкие дозы соды желательны. Треть чайной ложки на полстакана теплой воды. Но не надо гасить соду кипятком категорически. Почему я объясняю вот в этом своем видео. И действительно, щелочная среда подавляет рак. Еще Отто Варбург это подчеркнул, видел и описывал. Об этом тоже есть у меня видео. Ванны содово-солевые очень хороши и полезны. Их применять можно. В том видео про соду я тоже об этом рассказываю. Что же касается Аканита, АСД-2, Тедикампа и других аналогичных средств. Например, больших доз пижмы. Все это иногда помогает, но далеко не всем. Но шумиха из-за этого огромна. Но тут нет никакой гарантии. Это пальцем в небо. Помочь может одному из ста человек. Но только время можно потерять. Поэтому не советую. Нужен системный подход, который учитывает все. Только самое важное и надежное. Только реально действующее. Причем на любого человека, а не избирательно кому повезет. Ацетилкофермент А это очень важный элемент в борьбе с раком. И этим сырьем для мембран могут быть только кетоны. Ранние признаки рака совершенно далеко не всегда объективны. И можно их установить и понять. Конечно, это и усталость, и бессонница. Хронически больное горло. Раны на теле, не заживающие и плохо заживающие. Кровь в кале, в моче могут говорить о раке. Но и могут говорить о многих других болезнях. Но, конечно, надо провериться. Стоит это, по крайней мере, сигнал. Постоянно высокая температура, да, характерный признак. Однако, это и указывает на какие-либо разные воспалительные процессы в организме. Осмотр кожи на предмет меланомы и так далее также важен. Нет ли новых каких-то родинок, как вы их считаете родинками, или кератом и так далее. И это все нужно проверять, смотреть периодически. Что касается генетической предрасположенности, то это не наследственность какая-то, как правило. А привычки семейные, в питании, которые вызывают рак. Вот и все. Знаете, что страх и стресс активируют рак. Очень часто у людей возникает активная форма уже рака после сильных и длительных стрессов. Это действительно объективный фактор. И он как триггер часто запускает моментально, порой, молниеносно развитие онкологии. Ну а теперь вот список рекомендованных видео. Это видео сахара и рак. Мои лекции про Аута Варбурга и открытие его коллег-ученых-онкологов. Это видео про кето-питание. Про Wi-Fi, сотовую связь и онкологию, причинно-следственные связи. И прочие-прочие вот эти видео, о которых я говорил. Ссылки на которые будут в описании под этим видео, которое вы сейчас, я надеюсь, досматриваете. Я, разумеется, мог пропустить в этом видео что-то значимое, но главное сказал, остальное найдете в моих лекциях, смотрите их, они очень важны. Всем важны, вне зависимости от того, понимает этот человек или нет, лучше понять, вам же лучше будет. Конспектируйте мои лекции, не просто смотрите, не ленитесь. Они и эти конспекты, сделанные вами из моих лекций, продлят и сохранят вам жизнь, причем качественную. И еще раз, под этим видео я оставлю все нужные ссылки, о чем я только говорил. Ну и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх, подписаться, кто еще не подписан на мой канал, нажать колокольчик и выбрать получение уведомлений о выходе всех видео. Отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким, поделитесь и оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео. И это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас мне за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч.